Всем привет! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий. На днях я побывал в торгово-развлекательном центре Республика, где показывал вам аэродинамическую трубу. И на обратном пути решил заехать на ВДНХ. Это в Голосейском районе города Киева, возле метро Васильковская. Полтора года назад мы с Ладой снимали видео на Теремках, заглядывали даже на Апподром, а на ВДНХ так и не зашли. Поэтому я подумал, а почему бы не заглянуть туда сейчас? Хотя бы для ознакомления. Так что приглашаю всех прогуляться вместе со мной по месту, которое замышлялось как храм религии коммунизма. ну что вот она выставка народного хозяйства киевская и здесь тоже платная парковка и опять же 30 гривен минимальная стоянка вот все цены можете изучить я припарковался немножко зараньше я не знал будет ли здесь место поэтому тормознулся на бесплатной стоянке там немножко прошел пешком и это вот вход центральный вход на выставку насколько я понимаю название ВДНХ это выставка достижений народного хозяйства там немножко советское название устаревшие сейчас этот объект можно называть просто экспо-центр ну так моднее насколько я понимаю хотя вон там на здании видите стоит высокое большое здание там большими буквами написано ВДНХ не знаю видно ли сейчас в принципе ВДНХ тоже правильно вот есть кассы но я не уверен что сюда платный вход рядом масса велосипедов на прокат по крайней мере здесь не так как в ботаническом саду здесь можно кататься на транспорте по территории и это будет гораздо быстрее просмотреть я сегодня хочу для наших зрителей провести ознакомительную экскурсию посмотреть что здесь вообще есть вы бачте а скільки коштую час аренды я узнал сколько будет стоить покататься по ВДНХ на таких вот скутерах на одноместном будет стоить 500 гривен час а на двухместном то есть вдвоем будет 800 гривен час и причем тарификация поминутная вход на ВДНХ бесплатный но когда я входил я еще не знал что вхожу на территорию культовых сооружений советской религии под названием коммунизм я ожидал что будут старые выставочные корпуса но не ожидал что они будут настолько помпезными и что они до сих пор густо увешаны коммунистическими символами так друзья уже на территории я в ДНХ и впереди у нас какое-то монументальное здание сразу же по бокам палатки с сувенирами и там одна палатка я прошел там можно попить видимо даже что-то спиртной бутылки стоят а может быть это сиропы для кофе я таки не понял но скорее всего глинтвейн здесь тоже есть но я сегодня за рулем я сегодня не употребляю смотрите такая большая просторная территория на асфальте расчерчены дорожки но я так понимаю это всем до фени есть для детей паровозик на котором тоже можно проехаться по территории посмотреть здесь центральная площадь сейчас я вам ее покажу панораму круговую вот впереди такое здание которое мы уже видели издалека но таких красивых зданий здесь масса здание в таком архитектурном стиле с колоннами аля старинное что-то греческое мраморные колонны с лепниной в общем это все под какой-то стиль классический сделано для того чтобы производить впечатление поскольку это советские времена делали так давайте узнаем сколько стоит покататься на поезде столь и написать вот кофеек продается а эти все красивые монументальные здания они являются павильонами в которых происходят какие-то выставки отдельные и сейчас в каждом павильоне что-то разное нужно подходить узнавать что вот здесь по всей видимости какой-то модный показ павильон номер 6 здесь нарисованы девушки в одежде украинский бренд одегу или это просто реклама ну вот такая территория друзья сегодня не планировал здесь что-то детально рассматривать узнавать просто захотелось побыть где-то на улице а не просто в одном большом супермаркете погулять внутри показать вам атмосферу в киеве и в других местах какая-то вот есть уютная кафешка здесь бар белый налыв называется за ним альтанка без такие импровизированные деревянные сиденья старая беседка вот это я уже вышел на задворки какие-то смотрите здесь еще такая lounge территория с пуфиками ну по-моему не все готово еще здесь где-то щебень лежит где-то постелили ковролин люди на подушечках возлегают пьют кофеек чиллер как сейчас модно говорить все начали еще немножко посмотрю вот давайте подойдем к тому зданию с колоннами здесь летом видимо очень много людей и работает фонтан сейчас не работает вообще конечно многое уже немножко так обветшала например фонтан уже требует капитального ремонта явно скорее всего он не работает пока а вот и современное искусство айронмен мужчина выступающий из зеркального куба такая инсталляция так обойду с этой стороны в общем эти все здания с колоннами они друг на друга похожи но все-таки они немножко разные вообще-то интересно пройтись если скажем вам ну совсем некуда пойти вы хотите где-то с детьми погулять или сами развлечься я думаю здесь на любой вкус найдутся развлечения есть на что посмотреть ну например в египте можно ехать и смотреть на развалины древних храмов там или в турции а здесь вот вместо развалин вот эти вот здания а-ля древние греческие сделаны правда на них всех видите символика советская до сих пор серпы и молоты там налепнение у них барельефы советского прошлого конечно же нужно искоренять идеологию коммунистическую но с другой стороны что за надо то то не здравое окажут поляки я не радею за сохранность русской культуры или советской культуры но как памятники как как нашу историю можно сохранять мало ли я знаю страны европы сохраняют у себя архитектурные сооружения памятники разных эпох независимо от того что они ненавидели наполеона или там царей каких-то королей своих а памятники и память о них остается потому что эта часть истории это такое мое мнение никакой политики на этот счет и не хочу разводить и пока я об этом говорил друзья я пришел на уличку как бы и назовем ресторанов здесь такой стоит запах шашлыка сильный потому что его здесь жарят здесь сразу пробуждается аппетит хочется чего-нибудь скушать есть горки для детей батуты а посмотрите как сочно здесь все крутится ребрышки жареные кукурузка шашлычок а пахнет обалденно картошечка печеная ну все супер горилка перцовка слышите тут можно по-настоящему отдохнуть друзья я уже начинаю жалеть что я сегодня за рулем все друзья я пожалуй на этой счастливой вкусной ноте заканчиваю свое видео буду с вами прощаться хочу всех поблагодарить что досматриваете наши видео до конца мы бы хотели конечно делать для вас интересный контент пишите какие именно вам видео больше всего нравится потому что мы делаем разношерстные видео мы то про недвижимость снимаем то прогулки снимаем какие-то есть видео с небольшим сюжетом и какие-то совершенно бесцельные какие-то ходим поем чукотскую песню то что вижу то и пою называется так что ждем ваших рецензий на наши видео чтобы вы хотели видеть больше прогулок или каких-то деловых информативных видео ну и конечно же спасибо всем спонсорам нашего канала есть люди которые жертвуют нам регулярно деньги за это мы вам очень благодарны потому что это помогает нам чаще снимать и например использовать ваши деньги для того чтобы тратить их на аттракционы там куда-то зайти во внутрь какого-то павильона мы например собираемся посетить музей медуз океанариум в будущем а туда за вход нужно заплатить деньги и как раз вот на вашу помощь на ваши пожертвования мы рассчитываем спасибо вам огромное всем желаю мира который должен наступить по-любому все мы его ожидаем всем желаю добра счастья и до новых встреч в следующих видео и 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